И, безусловно, выполнение этой резолюции также предполагает полное искоренение терроризма на сирийской земле. Мы также считаем правильным содействовать наметившейся тенденции восстановлению связей Сирийской Арабской Республики с другими арабскими странами. Мы с Иорданией по сирийской тематике тесно взаимодействуем, как в двустороннем формате, так и по линии астанинского процесса, в котором Иордания традиционно участвует в качестве наблюдателя. Одна из серьезных проблем, которая волнует Иорданское Хашемитское Королевство, является проблема сирийских беженцев, которых на территории Иордании остается порядка 670 тысяч человек. И особо тревожная ситуация сложилась в лагере беженцев Рукбан на Иорданской границе. Рукбан – лагерь, который находится в односторонне объявленной Соединенными Штатами зоне безопасности от Танф. И мы сегодня обсуждали, как поскорее решить проблему. В этом лагере, в котором беженцы не имеют регулярного нормального доступа к гуманитарной помощи, несмотря на то, что Соединенные Штаты снабжают находящихся там своих военных регулярно и могли бы тоже позаботиться и о беженцах. Рукбан – лагерь, который находится в лагере, как мы можем рассчитывать эту ситуацию. Мы договорились подробно обсудить эту проблему и пути ее решения в рамках работы российско-орданского оперативного штаба, который функционирует в орданской столице Аммане, и к деятельности которого периодически подключаются представители Соединенных Штатов и ООН. Мы договорились, что решение проблемы беженцев не только в лагере Рукбан, но и в целом проблема возвращения беженцев в Сирийскую Арабскую Республику требует масштабного международного содействия. Но из-за того, что это не связано с лагерами сурьев, но это не связано с лагерами сурьев и судьбой. Мы обсудили также проблематику ближневосточного регулирования, выразив очень глубокую обеспокоенность тем, что размывается общепринятая международно-правовая основа Палестино-израильского регулирования. Россия последовательно выступает за скорейшее возобновление прямого диалога между руководством Палестины и Израиля. Россия подтверждает свое предложение предоставить для такого диалога, прямого диалога без предательных условий свою территорию. Россия подтверждает, что это не связано с лагерами, потому что это не связано с лагерами с Украиной. Считаем принципиально важным, как можно скорее возобновить коллективную работу над спасением основ Палестино-Израильского урегулирования с участием квартета международных посредников и представителей Лиги Арабских государств. У нас очень тревожит сохраняющийся раскол среди палестинцев, прежде всего между Западным берегом и Газой, между Фатх и Хамас. Россия старается способствовать преодолению этого раскола и приветствует и поддерживает посреднические усилия Египта в этом направлении. И в заключении хотел бы выразить удовлетворение развития наших двусторонних отношений с Иорданским Хашимийским королевством, которые опираются на принципиальные договоренности, достигаемые между президентом Путином и его величеством королем Абдалой II. В последнее время я хочу привести к нам обновлению на решениях области на территории Лиги Арабских государств. Спасибо. Господин министр уже обозначил те проблемы, основные, которые мы обсудили. Я хотел бы добавить всего несколько слов. Что касается урегулирования в Сирии, то мы выступаем за политическое урегулирование, которое должно, наконец, прекратить страдания и прекратить катастрофу. Решение этой задачи, этой цели требует сотрудничества и координации с Россией. Мы участвуем в этих усилиях, будь то вместе с нашими друзьями из России, либо с друзьями из международного сообщества, направленные на достижение политического регулирования, которое обеспечило бы сохранение единства, независимости и центральной целостности Сирии. Сирии позволяет Сирии безопасности, стабильности и стабильности Сирии. Также считаем, что достижение этой цели будет способствовать восстановлению безопасности и стабильности в Сирии, а также ее роли в региональных делах, а также укреплении стабильности и безопасности в регионе, ее роли в арабской семье. Могуфа المملكة الأدنيя, الحاشمية الثابت, هو أنه لابد من دور عربي إيجابي في الجهود المستهدفة إيجاد حل هذه الكارثة, التي, كما تعلمون, سببت قتلا ودمارا وخرابا يجب أن يتوقفوا بشكل فوري. Позиция Иорданско-Хاشميتского государства в отношении этой проблемы последовательно и известна. Мы выступаем за достижение политического регулирования, за совместные позитивные усилия для того, чтобы прекратить эту катастрофу, которая привела к гибели, разгромлению и разрушению страны. كما قلت, روسيا شريك أساسي في هذه الجهود. وللمملكة وروسيا تجربة ناجحة جدا في محاولة التقدم نحو حل هذه الأزمة. شركتنا أنتجت منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغربي السوري في السابق. وأنتجت أفضل وقف لإطلاق النار. وبعد ذلك أيضا تمكننا من العمل معا من الحقول دون كارثة في الجنوب الغربي. عندما عادت القوات الحكومية إلى الجنوب عبر العمل معا على اتفاقيات مصالحة. سمحت بعودة بأقل حجم من الخسائر وبالتالي حمت ألاف الأرواح. وأيضا حالت دون تهجير مئات الألوف من المواطنين السوريين. Как я уже упомянул, Россия является партнером. Мы являемся партнерами России в этих усилиях. У нас имеется положительный опыт двустороннего взаимодействия по деэскалации ситуации в различных территориях, в различных регионах Сирии. При помощи российских друзей был найден наилучший способ для того, чтобы деэскалировать ситуацию. Были созданы несколько зон примирения. Были достигнуты на юге Сирии положительные итоги, которые привели к соглашению о перемирии, о том, чтобы не допустить боестапновения, о том, чтобы вывести оттуда людей, не допустить роста числа беженцев. Все это положительный опыт. И мы сейчас посмотрим на работу с другими друзьями в России, в том числе, когда вы понимаете, что этот объем будет около 50-60 тысяч муاطен Сурии на земле Сурии. Также, как было уже сказано, продолжается наше взаимодействие с Россией по ситуации вокруг лагеря Рукбан. Как вы знаете, этот лагерь в данный момент проживает от 50 до 60 тысяч сирийских граждан. Сурии Мы надеемся на продолжение такого сотрудничества с нашими друзьями из России для того, чтобы выработать совместный механизм, как, возможно, быстрее обеспечить возвращение сельских беженцев к своим домам на родину, так как позиция Иордании здесь очевидна. Это единственный способ решения этой проблемы, рулема лагеря Рудбан, так как гуманитарная помощь очень важна, но она не сможет решить все проблемы. Мы до этого разрешали, допускали допуск гуманитарной помощи в этот лагерь. Надеемся, что вместе с Россией и Соединёнными Штатами в рамках трёхстороннего механизма обсуждения нам удастся достичь определённого прогресса в этом вопросе. Ама بالнسبае для лагеря Сурии в Рудбан, как вы знаете, здесь около 1.300.000 шагиев сурьи в Рудбан. Хвали 670.000 шагиев сурьев 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 сурьев. Как вы знаете, на территории Иордании находится порядка 1.300.000 сирийских беженцев. Из них 670, как было указано, являются зарегистрированными в ООН беженцами. Иордания продолжит прилагать все усилия по представлению этой категории сирийских граждан необходимых услуг для обеспечения достойной жизни. В то же время мы стремимся к тому, чтобы они скорее вернулись на родину. Ханалову удачусь сурьев 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 украинцами. Ещё заканчивая разговоры про Сирию, также хотел бы вновь подчеркнуть необходимость дальнейшего взаимодействия координации между Иорданией и Россией в условном формате, либо в рамках работы с международным сообществом. Мы подтверждаем необходимость достижения политического регулирования в Сирии на основе резолюции Совета безопасности ООН 2254. Необходимо нарастить усилия, направленные на достижение этой цели. В противном случае Сирия продолжит разрушаться. Пришло время для того, чтобы во главу угла были поставлены интересы Сирии и сирийского народа при движении в этом направлении. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По всем параметрам, что обеспечит реализацию законных прав палестинского народа на основе согласованной международной договорной базы, предусматривая создание независимого палестинского государства в конце 1967 года со столицы Восточного Иерусалима. Продолжение следует... 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 نؤكد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي باتجاه تثبيت الاستقرار في المناطق التي استعيدت أيضا من داعش لأنه طلما كان هناك الحرمان لن يقبل اللاجئون على العودة وكلما كان هناك حرمان وقهر كلما استطاعت داعش أن تعيد بناء نفسها أود أن أذكر بجملة لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله حين قال أن داعش هزمت لكنها لم تدمر وبالتالي حتى ندمر داعش لابد أن يكون جزء من عملناه وتحقيق متطلب رئيسه وتدمير البيئة بيئة الياس والقهر والحرمان التي تعتاشوا عليها داعش بيئة البيئة التي تقدره من قبل البيئة والمجد في تحقيق مجتمع لطبقات وربط البطور Как я уже говорил, Россия является нашим партнёром в совместной работе на этом направлении. Россия участвует в обеспечении безопасности, создании зоны безопасности в Сирии. Мы устраиваем за то, чтобы любое возвращение сельских беженцев было при гарантиях обеспечения условий безопасности, стабильности и гарантии достойной жизни им и их семьям. Мы также призываем международное сообщество взаимодействовать и прилагать усилия по искоренению присутствия ИГИЛ и терроризма в ряде районов Сирии, так как это препятствует возвращению сельских беженцев. Как говорил король ИГИЛ, мы победили ИГИЛ, но ИГИЛ ещё не уничтожено, так что необходимо сосредоточить усилия и на этом направлении. Я могу только подтвердить, что мы выступаем за то, чтобы беженцы могли вернуться в полном соответствии с нормами международного гуманитарного права, включая обеспечение их безопасности, включая обеспечение их имущественных прав и, конечно же, включая обеспечение достойных условий проживания в тех местах, куда они будут возвращаться. Я также хочу сказать, что Россия будет明шина, что мы верим, что Россия будет明шина, что мы верим, что Россия будет вернуться в аминство и вернуться в их стране. Мы верим, что Россия уже помогла сирийскому правительству создать нормальные правительства. Условия жизни, включая обеспечение водой, электричеством, обеспечение условиями для обучения детей, медицинскими услугами в населённых пунктах, куда вернулись уже десятки тысяч беженцев и продолжают возвращаться. Условия жизни, и ускорбитые, которые поддерживают работу для обеспечения людей. Условия жизни, которая помогла сирийскими услугами в межалях, кухой, медицинской обеспечениях, куда вернулись к долу, для обеспечения людей. Отказ Запада на данном этапе делать то же самое, помогать сирийцам восстанавливать условия нормальной жизни на всей территории страны, что позволило бы беженцам возвращаться спокойно и уверенно, считаю такой отказ контрпродуктивным и противоречащим нормам международного гуманитарного права и правам человека. Валерий Кузьмин, директор Центрального права и права. В первые месяцы следующего года в Брюсселе будет очередная конференция по помощи Сирии, помощи восстановления Сирии. Мы будем добиваться того, чтобы западные доноры в полной мере осознали свою ответственность в этом вопросе и пересмотрели свою негативную позицию в содействии создания условий для возвращения беженцев на всей территории Сирии. Возможно, мы действуем одолжение и решение для защитных настройки службы в стране.